Победа Победа День Победы над фашизмом Это день победы жизни над смертью 8 мая те, кто выстоял в этой борьбе Принимали поздравления на торжественном собрании В Курском драматическом театре Теперь каждая весна для ветеранов Это время, когда кончилась война Когда наконец можно было вернуться к родным Спустя годы фронтовых дорог Кто из танка сел на трактор Пошел землю пахать Кто взял кильку, лопату Пошел восстанавливать народное хозяйство А кто остался выполнять Главную мужскую обязанность Есть такая профессия, родину Вот я остался Тот самый долгожданный День Победы Анатолию Щербакову Не забыть никогда Пусть и не довелось ему оставить свою подпись на Рейхстаге Победа наступила Я лежал в госпитале в Будапеште После ранения, третьего ранения Когда объявили о том, что война закончилась Наступило буйное веселье Мы обнимались, целовались Ребята друг к другу говорили Ну все, остались живые Теперь у нас будет жизнь в Советском Союзе счастливая Не всем посчастливилось вернуться домой Жертвы Великой Отечественной войны Исчисляются миллионами Их оплакивают и по сей день Теперь уже внуки и правнуки В память о тех, кто не дожил до долгожданной победы Цветы к вечному огню Приемственность поколений Здесь память Здесь уверенность в том, что Если завтра случится беда То все-таки большая часть нашего общества Сплоченная и даст надлежащий отпор 9 мая по всей стране прошли парады победы В Курском приняли участие более тысячи военнослужащих Товарищ полтонник, войска Курского гарнизона Для нас выгружается в основании 60-й гражданой победы Великой Отечественной войны построены Гордость Курского гарнизона Торжественный марш по проспекту Победы Словно отголосок легендарного парада в Москве в мае 45-го Среди участников раритеты военных лет В этом грузовике колесили по фронтовым дорогам наши прадеды Его сегодняшние пассажиры родились 7 десятилетий спустя Такой груз ответственности ощутимый Сразу же мы прочувствовались эти моменты Мы немного задумались о том, каково было тем людям Нашим ветеранам в те годы В этой форме, так сказать Более трех тысяч курян приняли участие в шествии бессмертного полка Герои войны, будто живые, смотрят с портретов на своих потомков Дед наш в 41-м году ушел на фронт ополченцем Хотя была броня, он работал в Москве на авиационном заводе И в 43-м году после ранения Он был в госпитале на лечении И после ранения возвращался домой Он писал бабушке, что он возвращается И едет уже домой Помню, что она посылала ему теплые вещи Бабушка рассказывала Но домой он не вернулся С тех пор о нем никаких известий Мать Елены родилась в октябре 41-го Так что отца видела только на фотографии Чудом сохранившейся в семейном архиве Никогда не видел своего героического прапрадедушку И Захар Он пришел на парад с мамой и бабушкой Чернышев Павел Алексеевич Он был связистом Начал войну в 39-м году Закончил в 46-м У него есть орден Красной Звезды Дедушку мы, допустим, призвали в 16 лет Вот я его портрет Чертова Николая Григорьевича Это мой дедушка Куренинов Стефан Маркелович Его брат, племянник И по маминой линии 4 дяди То есть мои 4 дедушки двоюродных Участвовали в войне Вернулся только один дедушка 9 мая праздник, когда никто не стесняется слез Клавдия Баркова не может спокойно и отрешенно вспоминать те годы Она повар в 16-й воздушной армии Прошло 70 лет, едва ли Война не отпускает Напоминает о себе каждую ночь Бывало, когда на фронт полетят наши ребята А мы их дожидаем Когда они прилетят назад А то тогда уже прилетают И полный обед Тут все бегаем вокруг их Скорее, ребята, давайте кушайте Тех самых ребят фронтовой обед ждал и 9 мая 2015 В платочном городке накрыли столы для ветеранов и тружеников тыла Знаменитое солдатское меню для 500 гостей готовилось на полевой кухне Там тушенка, пассеровка и гречка И чай солдатский А к ним и песни Майский вальс, День Победы Поклонимся великим тем годам Написано о поколении победителей Большинству из которых за 90 лет Но сегодня они переживают те же чувства, что и в мае 45-го Радость, большая рдасть, окончание войны, конечно Салют, сторона старшинных Все это было Самое главное, конец войны Их судьбы вдохновляют, их подвиги воспитывают молодые поколения А память о них хранят не только архивы и фотоальбомы, но и сердца Не секрет, что 9 мая Один из самых любимых, самых значимых народных праздников Объединяющих поколения не только в масштабах всей страны, но и внутри каждой семьи С друзьями вечером смотрели салют в городе Отмечали, вспоминали У меня уже, конечно, бабушек нет Но, получается, папина мама, она была узником Честно сказать, не помню город, какого она была Рассказывала очень страшные вещи Такого бы не хотелось, конечно, повторить никому На парад этот раз не ходил А так праздновал, я помню, в 45-м Все вышли здесь на Ленина И здесь стояли рупоры Вот И что? Десяти часа подошли И вдруг тебе Замерло все Тихо так, муха летит и слышно И вдруг сразу левитант И сразу Ура! Тут начали целовать, обниматься Плакать Это Смеяться Народ Весь пошел так, что Обнимаются Прыгают Такое Такое счастье, что война кончилась Редактор субтитров А.Семкин